В сентябре отмечается юбилей Любови Фёдоровны Воронковой, замечательной детской писательницы. Она родилась в Москве, на старой божедомке, куда однажды пришёл на заработки и поселился с семьёй её отец. Любовь Фёдоровна написала много книг. Она работала увлечённо и как настоящий художник, по-своему, не похожа на других. В сентябре писатель, пишущий для детей, должен быть не только наблюдательным, подмечающим всё новое, а он при этом обязательно должен помнить своё детство, юность, свои шаги по пути взросления. Любовь Фёдоровна Воронкова, несомненно, обладала всеми этими качествами. В повести «Детство на окраине» писательница рассказывает о своём детстве, своих увлечениях. Природа и книги рано увлекли одарённую девочку. В доме любили книги, читали вслух. Сколько она себя помнила, ей всегда хотелось писать и рисовать. Когда она пошла в школу, она увлеклась рисованием. Рисовала всюду, даже на земле. Мечтала быть художницей. Самым дорогим подарком, памятным на всю жизнь, оказалась для неё коробка светных карандашей. Учительница, заметив способности своей ученицы к рисованию, помогла ей поступить в Строгановское училище. Но началась Первая мировая война. Жить стало трудно и голодно. Любимое занятие пришлось прекратить. Семья перебралась на родину отца, подарён. Путь Воронкова в литературу не был лёгким и простым. Это была трудная, каменистая тропинка в моей жизни. Вспоминала о тех годах Любовь Фёдоровна в биографии. Но я верила, что я выберусь на широкую дорогу. Широкой дорогой была для неё литература. Вскоре Воронкова стала сотрудником журнала «Пионер». Здесь появился её первый очерк. А через год первая книжка для малышей «Чёрная смородина», где рассказывалось о том, как городские ребята озеленяли свой двор. С тех пор жизнь её переменилась. Она стала журналисткой. Войну Любовь Фёдоровна прожила в Москве. В эти тяжёлые дни она пишет книги о войне. «Лихие дни», «Лесная избушка». О партизанах и об участии детей в партизанской войне. Повесть «Девочка из города» сразу же принесла автору большую известность. Написанная в суровом, в 1943 году она до сих пор трогает сердца детей и взрослых, потому что талантливо рассказывает не только о великом бедствии, но и о великом мужестве, которое помогает выстоять в лихие времена, возвращает веру в жизнь. Таких девочек, потерявших в те тяжёлые дни своих родителей, переживших ужасы фашистского нашествия, было много. Повесть пронзительная, такая звонкая, чистая, как весенняя копень, и вся она пропитана весной. Тает снег, текут ручьи, возвращаются с юга грачи, расцветает верба. Повсюду просыпается новая жизнь, и потихоньку складывается новая жизнь и у Валентинки. Батя, а может, оставим её у нас? А? А ладно ли будет? Да чего жалко, её сиротинку в детский дом отдавать. Мы деревенские, а она ведь из города. И в городе люди, и в деревне тоже люди. Верно, люди. Семья-то и чужая. Лишь как а за кулыка. А на Медни приехал Грачёв Алексей из госпиталя и всё разъяснил, что держишься ты, геройский, и танк твой на радость целый. А ещё я взяла в дом девочку из Сталинграда. Мама! Иди сюда, то не бойся! Бык! Мама! Мама! Я тут, дочка, ко мне! Скорей! Беги сюда! Не бойся, не бойся! Я вот его! Пусть подойдёт, я его хворостиной-то! До сих пор пользуется признанием у читателей ещё одна книга о войне в село Городище, где показаны не только горе, бедствия людей, но и трудовой героизм, мужество, мечты их о будущем, мирном и счастливом. Мечты эти исполнились. Мир и благополучие пришли на нашу землю. Ещё до войны были задуманы писательницы приключений двух девочек, подружек, Тани и Аленки. После войны замысел осуществился. В целом цикле книг. Солнечный денёк, снег идёт, золотые ключики, подружки идут в школу, командир звёздочки. От повести к повести. Воронкова бережно следит за взрослением Тани и Аленки, но и не забывает и тех неповторимых примет детства, которые ещё долго будут сопровождать двух подруг. Это другая, послевоенная жизнь, счастливая и красивая. Многому девочки успели научиться за это короткое время и вместе с ними многому научится и маленький читатель. Прочитав эти книги, хорошо дружить, любить природу, свою семью. Книги добрые, о дружбе, о взаимопомощи, о таких, казалось бы, простых, но в то же время сложных детских проблемах. «Гуси-лебеди» — это повесть о девочке Аниське, всю жизнь прожившей в деревне. Она трепетно воспринимает природу, ей всё интересно. Смотреть, как суетятся хлопотливые муравьи, как летят далеко-далеко дикие гуси. Дома на всех окнах стоят у неё и у святых, в горшках, в концернных банках. Подруги не могут понять странной девочке с косыми глазами. И однажды в жизни девочке всё меняется. В деревню на леток бабушки приезжает городская девочка Светлана, которая не называет Аниську косурей и даже зовёт в гости. Вроде бы такая мелочь, а перевернула всю Аниськину жизнь. Собственно, повесть «Гуси-лебеди» — это история недолгой, в одно лето дружбы Светланы и Аниськи. Маленькая книжка о большой жизни, об огромном сердце. В своих книгах писательница не устает говорить о дружбе и каждый раз по-новому, не повторяясь. В небольшой повести для дошкольников Федя и Данилка два мальчика по-разному, воспринимающие всё вокруг. Данилка любит приносить с гор цветы, а Федя нет, зато он любит лошадей, а Данилка их боится. Федя заплывает далеко, а Данилка плещется у берега и рассматривает дно, разглядывает, что там растёт. Казалось бы, ничего не объединяет мечтательного Данилку и храброго Федю. Но любовь Воронкова подмечает зарождение дружбы. Оба они мечтают стать лётчиками, летать на помощь людям. Вот она, точка соприкосновения различных характеров, основа первой мальчишеской дружбы. В повести «Рожок зовёт богатыря» рассказывается о приключениях ребят. Пятеро детей в поисках убежавшего из вагера оленя-богатыря заблудились в ледневосточной тайге. Три дня и три ночи провели они в лесу, терпели голод, холод, перебирались через завалы. Здесь в трудную минуту обнаружились истинные характеры ребят. Она писала только для детей. Правда, для детей всех возрастов, от дошкольного до старшего школьного. Но самые известные её книги адресованы маленьким читателям. Маша Растеряша. Не затеивая на первый взгляд историю про девочку, не научившуюся прибирать свои вещи. «Бедовая курица» — это сборник маленьких рассказов, зарисовок деревенской жизни. «Бедовая курица» потому, что она опоздала к своему куриному завтраку и неслась, вытянув шею и распушев крылья, и в попыхах налетела на девочку Таню, чуть не сбив её с ног. «Волшебный берег» — своего рода сказочный детектив. О приключениях двух друзей. На птичнике волненье появилась выдра. Дети хотят защитить уток, поймать злую выдру. «Я была бы очень несчастлива», — призналась на склоне лет Любовь Фёдоровна, «если бы мне пришлось писать не потому, что я хочу написать эту книгу, а потому, что её нужно написать. Но я счастлива, потому что нужно и хочу у меня совпадают». В книгах Любови Фёдоровны Воронковой всё живёт, дышит. Вы услышите голоса птиц, зверей, весные шорохи, журшанье ручья, и люди там живут, как в настоящей жизни. Работают, думают, грустят и радуются, помогают друг другу. Книги, ставшие классикой детской литературы, говорят о главном — об уважении к труду, людской доброте и отзывчивости. Воронкова простым, понятным языком пишет о вечных ценностях, о детских переживаниях и мыслях о родине. Учит любить свою землю, своих чужих и родных, ставших родными.